Всем-всем привет из Канады! И по первым кадрам моего видео вы понимаете, куда мы с вами сегодня пойдем. Пойдем мы с вами в Винни-Кло, потому что я надеюсь, что уже привезли теплую зимнюю одежду, и нам будет на что посмотреть. По поводу одежды скажу так. С одеждой так себе, в общем, что-то подвезли, но особенно нет. А вот курток, пуховиков и прочих зимних пальто привезли довольно много. В следующем видео я буду их примерять. В этом видео пока походила, поснимала и делаю вам такой обзор. И вот в первых же кадрах, в самом начале, собственно говоря, в магазина, вывешены пуховики, куртки, пальто. И вот вы видели там такой красный пуховик с искусственным мехом. Довольно теплый, большой такой, знаете, зимний и достаточно дорогой. Стоит он 250 долларов. А рядом висят короткие куртки красивых цветов, сиреневые, серые. Темно-синие. Стоят они немножко подешевле, стоят они 150 долларов. Все это я буду примерять в следующем видео. Обязательно досмотрите до конца это видео. И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мое следующее видео с примерками. По поводу одежды. Весь магазин Uniqlo завешан вот этими платьями. Я так понимаю, что, опять же, с доставками у нас все не очень хорошо до сих пор. Поэтому все, что получили, то висит в больших количествах везде. В одном углу, в другом. Кстати, то же самое и с пальто. У меня было такое впечатление, что они пытаются заполнить пространство. В общем-то, везде одни и те же вещи в разных углах магазина. Как это ни странно. Здесь эти пальто, там эти пальто. Вот эти пальто за 250 долларов с искусственным мехом я нашла еще в одном месте магазина. То есть, они как-то так все развесили для того, чтобы заполнить пространство. Так вот, эти платья тоже такие трикотажные платья. Большие, с большим горлом, с большим воротом. Они тоже висят по всему магазину. Выглядят как мешок. Не знаю, надо будет потом померить. Может, они не так плохо выглядят на человеке, как на вешалке. Кроме пуховых и зимних пальто, также представлены пальто такие с шерсти. Ну, не шерсти, а как будто бы с шерстяной ткани. Но они совсем такие жиденькие, легенькие, без подкладки. Просто вот такое вот пальто. И выглядят они так себе не очень. Причем вот справа потемнее. Они еще как-то ничего. А светлые ткани совсем-совсем бедовые. По-видимому, на светлой ткани все недостатки пошива видны намного лучше, чем на темной. Свитера. Приехало много свитеров. Подвезли разноцветных. В прошлый раз я была. Там все было какое-то серо-бурмалиново-коричневое и серое. А сейчас вот много цветных свитеров. Это были такие свитера с горлом. Есть несколько вариантов искусственных шуб. Дешевых за 60 долларов. Такие, ну, жутко ужасные. Знаете, чебурашка. Чебурашки все-таки рознь. Эти шубы скорее похожи на такие флисовые кофты длинные. Ужасный мех. Скатанная такая чебураха. Такой скатанный плюшевый медведь. Они есть белые такие молочные, коричневые и серые. Вот тут двух цветов. Не стал я даже брать ее в примерочную, потому что она выглядит просто жалко, я бы сказала. Юбки появились вот эти вот зимние, короткие. Видите, они разных цветов. Они в клетку. Почем они, по-моему, по 40 долларов. Да, собственно, они так всегда и стоят у них эти юбки. Сделаны они из плестры и шерсти. 33% шерсти. Ну, в общем-то, это неплохо. Короткие юбки такие. Немножко A-силуэт. И разных цветов, разных расцветок. Есть однотонные, есть в клетку. Ну, тоже, кстати, были они уже в Uniqlo. По-моему, это такой перепев уже вариантов других юбок, которые уже были у них в прошлые сезоны, в прошлые годы. Значит, цвета по 60... Ой, нет, нет, простите, по 40 долларов. Тоже есть симпатичные цвета. Вот такой вот бледно-голубой, серый, молочный, бежевый. Это не совсем свитер с горлом. Вот в предыдущих кадрах я показывала свитера прямо с горлом, с большим, высоким. А это с таким, я бы сказала, просто высоким воротом. В принципе, мне даже этот вариант больше нравится. Я вообще горло не люблю. И есть такие же свитера. Вот те были гладкие, а эти вязаные резинкой. Более такой вариант интересный, мне кажется. Все-таки какая-то вязка. Вот снова эти же платья. Они из симпатичных цветов. Вот есть такого бежевого цвета. Есть пыльные розы, есть серый, есть черный, есть такой темно-зеленый. Есть симпатичные цвета, но, опять же, на вид они выглядят как мешок с горлом, такой трикотажный. Не знаю, посмотрим. Еще один вариант шерстяных свитеров. Написано, что они сделаны из стопроцентной шерсти. Стоит он, да, стопроцентная шерсть, стоит он 50 долларов. Это такой тонкий свитер, тоже гладкой вязки, совершенно без всякого рисунка. Довольно таких базовых цветов. Черный, коричневый, синий. Но есть и цветные. Есть такие голубые, есть малиновые, в общем-то. Ну, вот видите, что гамма в основном такая, не очень ярких цветов. А вот здесь немножко цвета поярче. Это тоже, это другой вариант свитеров. Это тоже свитера с горлом, но там были с горлом такие гладкие свитера, объемные, широкие. А это такой, знаете, тоже они по 50 долларов. Все шерстяные свитера сейчас клиникло по 50 долларов. Видите, есть красные, есть голубые, есть красивые цвета. Но это такой свитер, как бы, вот, я знаю, что в Петербурге такие свитера называются бадлон. Или гольф с горлом. Он облегающий, он вязан, вязан вязкой резинкой. В принципе, тоже такие довольно стандартные свитера, которые... Раньше, кстати, в юникло их не было. По-моему, они появились вот только сейчас, в этом году, такого формата свитера. Но они удобные, вот, как нижний пододеть под что-то, вот, горло, и он такой облегающий. В принципе, по-моему, это неплохой вариант. И цвета разные, разные, всякие красивые. Это пальто, которое обычно пододевают под низ, под какое-то пальто, например, шерстяное. Вы знаете, что в юникло есть этот вид пальто, который, пуховое пальто, который, ну, как бы, его можно носить, как верхнее пальто тоже. Но, в принципе, очень популярный вид этих пальто. Это как такое тоненькое пальтишко, которое пододевают под более большое широкое пальто, например, шерстяное, чтобы утеплить это пальто. Он, в принципе, это пальто пуховое, у него очень хороший наполнитель, пух-перо, поэтому оно довольно теплое, но при этом оно очень легкое, очень-очень-очень тонкое. Есть такие жилеты, есть такие вот пальто подлиннее, есть такие куртки покороче. Но вы знаете, что я вам хочу сказать, что они немножко сейчас видоизменились. Обычно вот они были вот такой вот прострочке, полоса, полоску такую горизонтальную, а сейчас они прострочены ромбами. Это красивее. Это довольно интересно и выглядит по-другому, и выглядит как более такое... Ну, я бы сказала, что выглядит оно больше как верхняя даже куртка. Единственное, что в нем нет ни воротника, ни капюшона. То есть это сделано для того, чтобы удобно было пододевать под что-то и как бы ничего не мешало тому, чтобы не пересекалось, так скажем, с воротником или с капюшоном, который у вас есть на пальто, которое вы надеваете сверху. Но это совершенно не обязательно. Точно так же вы можете носить это с каким-то большим красивым шарфом вокруг шеи и вокруг вот этой вот проймы и создавать, в принципе, разные варианты и разные детали. Как бы с этими, с помощью этих деталей, красивых шарфов создавать разные образы. Это тоже, кстати, хороший вариант. И они, кстати, неплохих цветов есть. Вот это уже пальто. Стоят они 130 долларов. А, да, те вот пальтишки, которые пододевают, стоят сотню, по-моему, а это стоит 130. Это уже пальто, это уже с воротником, это уже с капюшоном, это уже такие пальто, пуховое пальто, тоже с хорошим наполнителем. Пух-перо-наполнитель. Но они тоже довольно тоненькие и, в принципе, довольно легкие. То есть, несмотря на то, что у них наполнитель пух-перо, они, в принципе, я не думаю, что на очень-очень холодную погоду они будут хороши, потому что они довольно тонкие. Ну, я вам хочу сказать, что, как житель Канады, я разбираюсь в холодах и в теплой зимней одежде. Так вот, я вам скажу, что кроме состава наполнителя, еще имеет значение его, как бы, количество, то есть толщина. То есть, пальто с большим, с толстым, так сказать, наполнителем, они намного более теплые, чем пальто с наполнителем тоненьким. Даже если это пух и перо. Вот то же самое, вот я вам хочу сказать про это пальто, что они довольно, хоть и хороший наполнитель, но они не на очень холодную погоду. Набрела я на коллаборацию с Инес де Ла Фрисанш, моя обожаемая коллаборация с Винни Кло. Но тут меня постигло жуткое разочарование. Какое-то совершенно платье-мешок, хотя, в общем-то, это платье-халат, но черного цвета, мрачное, все мятое какое-то. Сделано оно из вискозы, по-моему, сейчас я посмотрю, нет, район, не вискозы, сделано из района. И я вам хочу сказать, что выглядит оно ужасно, ну просто ужасно, совершенно какое-то черное мрачное такое платье, вообще никуда и незачем, я не знаю. Еще немножечко вам пальто поснимаю, это другой вариант пальто. Вот эти пальто, я считаю, что на более, рассчитаны на более холодную погоду, потому что они такие толстые и, в принципе, при том же наполнителе хорошем, натуральном, они, в них, я думаю, что будет теплее, потому что в них этого наполнителя просто больше. Есть они красивых цветов, тоже светло-серый, такой защитного цвета, темно-синий, и вот эти пальто довольно длинные. Теперь, значит, есть немножко на сейле вот эти зимние куртки, это куртки, вот там были пальто такие длинные, с капюшоном, с искусственным мехом, а здесь точно такие же куртки. Вот видите, написано, что она стоила 250, сейчас они стоят 200 долларов, сейл небольшой, я бы даже сказала, совсем маленький, всего лишь 50 долларов скидка, но лучше, чем ничего, если кому-то нужна теплая зимняя куртка, то вот сейчас самое время сходить в Uniqlo, посмотреть на эти куртки, выглядят они, ну, так себе, я не могу сказать, что мне они понравились по красоте, больше даже похожи на мужские, хотя это, в принципе, женский отдел, но, как бы, я надеюсь, что они хотя бы теплые. Еще одна, еще одно пальто, коллаборация тоже с Ines de la Friesange, это такой плащ с подстежкой, с теплым утеплителем, то есть, в принципе, это такой легкий плащик, который, в котором есть вот это в клеточку, это такая подстежка, которая отстегивается, я тоже взяла его в примерочную померить, мне было интересно, они из двух цветах, и они сейчас на сейле за 150 долларов, вот видите, на манекене он так выглядит, выглядит он неплохо, на манекене он немножко такой, знаете, как рабочий халат, а вообще, в принципе, они неплохо смотрятся, бежевые и синие, и, в общем, довольно теплые они. Это тоже коллаборация с Ines, тоже жуткое разочарование, то есть, это, по-моему, такое же точно платье, как то черное, которое я вам показывала до этого, только такое синее, с каким-то красным рисуночком. Ой, ну как-то это совсем-совсем, да, они даже не на спродаже, стоят они 60 долларов, дорого, некрасиво, вообще никак, то есть, я просто страшно разочарована, обычно я всегда люблю коллаборации именно с этим, дизайнером, потому что они вещи очень элегантные, очень красивые, всегда, я всегда что-нибудь нахожу в Uniclo от Ines и купить, но в этот раз просто, ну, просто вот, какой-то, знаете, печалька. Следующее платье, это не Ines, но тоже, как бы, печалька не меньше, чем платье от Ines, это такое платье-фланелевая рубашка, сделанное из ткани, как фланелевая рубашка, очень таких жутких, страшных цветов, сиротский цвет, сиротские фасоны, выглядит оно ужасно, вот такой вот этот воротничок под горлышко-стоечкой, такой какой-то, ну, просто, знаете, я не знаю, может быть, это мое впечатление какое-то, но, ну, вот, на манекене, на молодой красивой девушке это платье выглядит даже симпатично, но, опять же, это на манекене, опять же, знаете, хорошо сфотографировано, а в жизни просто вот без слез не взглянешь на такое платье, на такой дизайн, не вызвало у меня ни малейшего желания это померить, и вообще как-то даже, ну, как-то, я понимаю, что зима и все такое, но все-таки тоже есть какие-то вещи, которые можно и зимой сделать яркие, элегантные, более интересные. Вот эти свитера, я сначала подумала, что это свитера, написано, что это новые поступления, и я тоже так посмотрела на них и подумала, опять какая-то чебурашка такая дешевая, фу, прям как-то совсем мне не понравилось, пока я не поняла, что это, в принципе, костюм, и, в принципе, видимо, домашний, имеется в виду, потому что вот существуют такие же брюки, которые, я вот пытаюсь их развернуть, да, вот, стоят они 29 долларов, выглядят они вот таким же образом, сделаны из той же ткани, что и этот свитер, в принципе, это костюм, они есть разных цветов, есть розовые, есть серые, можно собрать брюки и свитера одного цвета, можно подобрать разного цвета, продаются они отдельно, еще раз повторюсь, что брюки стоят 29,90, свитер, по-моему, тоже стоит 30 долларов, поскольку они находились в отделе домашней одежды, то я подозреваю, что это все-таки домашний костюмчик, хотя, если вы очень хотите, вы можете носить его на улицу, и сначала мне они так очень резко, строго не понравились, а потом я так прикинула и подумала, что, в принципе, такая домашняя уличная одежда, такая casual, вот вы сидите дома, вот вам хочется пойти куда-то в магазин, выскочить куда-то там, банально выбросить мусор, как это называется, в принципе, в таком костюме можно поехать в магазин, сверху накинуть какой-нибудь плащик, и вполне себе так выглядит не так уж и ужасно, как свитер, конечно, как две отдельные вещи, как-то мне это выглядит не очень, но как костюм, в принципе, ничего, много пижам, опять же, вот эта тенденция к домашней одежде, которой уже мы не хотим ее, мы хотим верхнюю одежду, мы хотим красивое, яркое, отстаньте от нас этой домашней мешковатой одеждой, но нет, Леникло продолжает, как бы, изо всех сил ее продавать, видимо, то, что у них есть, они продают наборы для дома, это тоже, типа, такой пижамы домашний комплект, флисовая такая кофта с рисунком, но это уже такая Christmas Edition, по-моему, все вот эти вот рисуночки такие со снежинками, это уже такая рождественская тема, стоит он 40 долларов с костюм, потому что, вот видите, вместе они смотаны такой лентой, и вот этот белый такой верх, и брюки вот такие тоже флисовые, темно-синего цвета, видите, они есть в разных цветах, есть такие бежевые с коричневым, есть белые с синим, разные-разные варианты разных расцветок, есть однотонные, есть цветные, но, опять же, повторюсь, это, по-моему, уже такое рождественское мероприятие, здесь очень принято Рождество, собственно говоря, встречать вот в такой вот, если вы встречаете его дома с родными, то вот принято одеваться в рождественские свитера или какие-то пижамки специальные, и вот под елочкой разворачивать подарки именно вот в такой вот рождественской тематике, но именно домашней такой одежды. Очень мне понравилось и привлекло мое внимание вот эти вот брюки, они тоже как бы не то пижамы, не то домашние брючки такие, но такой красивой, потрясающей расцветки. Знаете, вот во всем этом вот каком-то таком зимнем, мрачном неразнообразии цветов они висели как такой, знаете, яркий экзотический цветок, и, в общем-то, прямо так захотелось мне к ним подойти поближе и посмотреть, хотя я понимаю, что это, в принципе, такие, знаете, сатиновые, типа атласно-сатиновые домашние штаны, ритузики, в которых, в принципе, тоже можно гулять на улице, но недалеко от дома желательно. Ну, красивая расцветка, если бы они сделали платье, например, такой расцветки, я бы с удовольствием примерила его и даже, может быть, бы купила. Эти платья тоже я отнесла к разряду домашних, они такие, знаете, трикотажные платья, как будто бы в худи вот такого качества, такой, знаете, трикотаж с начесом, как будто бы в худи, но, в принципе, это платье такое. А ничего, кстати, вот я так тоже присмотрелась к ним, у них интересный фасон, такой кокетка, сделано как-то отрезной, такой длинный худи, как будто бы длинный свитер, и есть оно в двух цветах, есть черный и есть вот такой бежево-горчичный, скорее бежевый, темно-бежевый, светлый, особенно смотрится неплохо, опять же, для дома, но не только, в принципе, в нем можно куда-то пойти. Вот, и очень понравились мне вот эти шарфы, потому что они сделаны из стопроцентной шерсти, цена у них не страшная, по-моему, они стоят 30 долларов, сейчас посмотрим, точно убедимся, да, стоят они 30 долларов, я считаю, что для стопроцентного шерстяного шарфа это не очень дорого, довольно хорошая цена, причем они очень широкие, они очень объемные, его можно очень красиво завязать и использовать его как шарф, использовать его как шаль, даже как плед, в общем-то, некоторым образом, потому что он довольно такой широкий, объемный, вот с кисточками, и цвета очень приятные, такой, вот видите, на картинке, он показан на девушке, на модели, и цвета очень приятные, такой оранжевый и серый. Это вам затравка на следующее видео моем, видео моих примерок, пуховиков на следующее, в следующем видео. И вот такое сегодня у нас было видео обзор из магазина Uniclo, надеюсь, что вам понравилось, было интересно, с вами была ваша Дита из Канады, люблю, целую, пока-пока-бай! Субтитры сделал DimaTorzok